В фойе Центра детского творчества гостей встречают волонтёры. Они предлагают нарисовать счастье и оставить пожелания ветеранов в Книге мира. В этом году участников открытого молодёжного форума как никогда много. Здесь депутаты, представители духовенства, общественные организации и школьники. Начинается форум с пленарного заседания. Я хотела бы ещё раз вас поздравить, пожелать нам всем сегодня активной плодотворной работы, чтобы мы сегодня объединились, а это вынесено в название форума «Все вместе, едино». Это главный принцип. Вы видите, сколько сегодня сил, инициативных, активных людей собрал наш форум. А цель нашего объединения одна – это развитие, позитивное движение вперёд. Работа форума начинается сразу на нескольких площадках. За круглым столом собираются органы власти, представители религиозных организаций и учреждений образования. Здесь обсуждают, какую помощь можно оказать молодёжи, какие проекты нуждаются в развитии. Параллельно на других площадках проходят лекции по истории России. Добровольцы и волонтёры решают, какие полезные мероприятия можно провести в городе. Цель нашего форума – это выработать некую такую стратегию наших дальнейших действий. И наша цель, чтобы в выработке этой стратегии участвовала сама молодёжь. Ну и, конечно, мы должны понять, что сегодня, когда наши недруги, скажем, объединяются, нам вдвойне нужно понять, что мы должны быть вместе, что все мы хотим быть счастливыми, жить полноценной жизнью, растить здоровых, умных детей. Но это, конечно, возможно только сильным народом. Работа открытого молодёжного форума длилась более трёх часов. В завершении мероприятия были подведены итоги и принята резолюция. Владимир Прищепа, Денис Тихонов, Новости.